Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом приготовления рулет с маком. По факту начинка здесь может быть любая, может быть и варенье, но у меня сегодня мак. Друзья мои, самое главное приготовить тесто, а тесто готовится легко и просто, уверяю вас. И это намного вкуснее, нежели те рулетики, которые продаются в магазине. Для приготовления мне нужно 1 стакан молока теплого, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли без горки, 1,5 чайной ложки сухих дрожжей, 5 ложек муки. Перемешиваю и накрываю, можно крышкой, можно, ну вот я накрываю тарелкой обычно и отставляю в теплое место минут на 20-25. Можно даже на час. Через час достаем, добавляем 40 грамм растительного масла и муки, вымешиваем тесто, чтобы, знаете, тесто было мягенькое. Потому я не могу вам сказать, сколько здесь взяло муки, 2 или 3 стакана. И опять накрываю тарелочкой и отставляю в сторону, чтобы тесто еще подошло. Включаю духовой шкаф, нагреваю. Противень смазываю маслом. Тесто достаю, делю на 4 части. И вот здесь уже рулетики, вариаций в приготовлении очень много. Как захотите, так и накрутите этих себе рулетиков. С этого теста можно испечь хоть пирожки, хоть что угодно. Я сегодня буду готовить с маком, потому я купила маковую начинку. Чайную ложку на одну сторону добавляю, да? Ну вот, смотрите, можно ножом разрезать, но у меня специальный такой нож фигурный есть. Потому рулетики мои будут такие симпатичные. Вот такие я сегодня рулетики накрутила. Начинки чем больше положите, тем будет вам вкуснее. Вам же кушать не мне. Не жалейте. Вот такая красота. Перелаживаю в теплый противень, смазанный растительным маслом. И растительным маслом покрываю. Даю минут 15-20 для того, чтобы тесто подошло. Посыпаю кунжутом. Как только подошли, ставлю в духовку минут на 25-30. Для глазури 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка воды. Перемешала. Минут за 5 до готовности смазываю рулетики вот этим сиропом. И ставлю еще минут на 5 в духовой шкаф. Затем достаю, даю остыть. И как только рулетики остыли, тогда уже можно подавать их к чаю. Ничего здесь сложного я не вижу в том, чтобы приготовить вот такие рулетики. Главное в этом рецепте, да и в любом рецепте именно дрожжевого теста, это 3 раза дать подойти тесту. Первый раз как опара, второй раз уже когда вы замесили, третий раз когда вы сформировали рулетики или пирожочки, или что бы вы ни приготовили. Вот и все. Друзья мои, приготовьте и вы. Я уверяю вас, что вам понравится этот простой рецепт приготовления дрожжевого теста. И вот посмотрите какая красота. Ну правда же, ну правда. Друзья, понравился рецепт? Поделитесь с другом, подпишитесь на канал. А я говорю вам до свидания, до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok